Добрый день, дорогие друзья! С вами Авдотья Федорова на канале Звездные секреты. Как вы знаете, Димаш Кудайберген уезжает в Пекин, где он в течение 8 лет по контракту продолжает радовать китайских друзей своим творчеством. Об этом он написал своим китайским друзьям на «Завтра я возвращаюсь в Пекин, чтобы работать над новым проектом. Хорошего дня, дорогие мои!» И, несмотря на отсутствие, он помнит все праздники своей страны, а потому подготовил трогательное поздравление учителям на родном языке, от которого на глаза наворачиваются слезы. Сколько доброты и душевности в его простых словах. Мы, по-другому, шын-жектен, ухтықтауы, арсады дымыздер. Сіздердің баға көмелдеріңіз әр оқушының жан дүниесін дұрландырып жүрегіне шабағат нұрын түргіде. Мағалимыне унеге білім алып, өмір тегізіне қылашылған, кез келген шанкарт ұстазым емақтанады. И это было бы очень много разных наших людей. В этом случае мы решили обучение, мы решили обучиться. Мы решили обучиться, обучиться, обучиться. Мы решили обучиться. В этом году я иду Димаш Шукдайберген. Многие зрители ответили ему в комментариях такими же теплыми словами. Спасибо, золотой ребенок! Я тоже учитель! Сколько поздравлений и наград я получил сегодня, но ваши поздравления произвели на меня особое впечатление. Как вы сами видите, Димаш записал это поздравление прямо на рабочем месте, в том же самом костюме, в котором мы видели его, на последнем рекламном постере, подготовленном для выступления в Америке. Видно, как Димаш волнуется. Хочет сказать ровно и без запинок. Внимательные зрители заметили, что он читает это поздравление, скорее всего, с листа бумаги. Его взгляд направлен мимо камеры. Сделал со шпаргалкой, так сказать. Умница, зато все чисто. Ну что тут скажешь, молодец, все продумал и подготовился, чтобы выглядеть достойно. Это замечательный пример для молодежи. Димаш, хоть и прекрасный певец, но даже он иногда волнуется и не всегда может произнести речь сразу с первого раза. Все мы помним забавный первый дубль, когда он приглашал зрителей на свой концерт в Санкт-Петербурге из Исландии. Тогда он запнулся и рассмеялся вместе с оператором. Здравствуйте, дорогие друзья. Жду с нетерпением нашей встречи 29 ноября на моем первом сольном концерте в культурной столице России в Санкт-Петербурге на садеоне Ледовый дворец. Отдельно хочется обратить ваше внимание на то время, когда появилось это обращение заблаговременно до официального дня учителя, чтобы те, кто хотел поздравить своих учителей, но забыл подготовиться, успел это сделать на отлично. Вот так Димаш позаботился о нас всех, ведь у нас есть добрые учителя, которым мы многим обязаны. Но в большинстве школ уже отметили праздник. Напомним, что День Учителя отмечается в Казахстане в первое воскресенье октября. В 2019 году этот праздник выпадает на 6 октября, первое воскресенье октября. В школах и других учебных заведениях поздравлять учителей и праздновать начинают уже в последний рабочий день, в пятницу, 4 октября. Традиционно накануне праздника в школах проходят Дни самоуправления, когда ученики старших классов проводят уроки в младших параллелях, заранее подготовившись и получив необходимые консультации и наставления от учителей. Учителя в этот день принимают поздравления от учеников и их родителей. Уже утром можно было увидеть, как школам идут ребята с букетами цветов в руках. Присоединяемся к поздравлениям. Низкий поклон, дорогие учителя, за ваш благородный труд. С вами была Авдотья Федорова на канале Звездные секреты. Субтитры подогнал «Симон»!